Девушки отдыхают 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 И вот этот проект так двигался и двигался. Я начал его пробовать с русскими музыкантами, и потом в какой-то момент тоже понял, что в этой музыке должны участвовать обязательно артефакты. То есть люди, которые жили многие годы с Джозаймом. Я нашел их в интернете. Это выдающаяся в мире, одна из самых лучших ритм-секций для этой музыки, для World Music, для Fusion. Это вот те люди, которые сейчас выйдут на сцену. И я написал им письмо. Я нашел их в интернете. Все очень просто. Мне никто не помогал. И они ответили мне через 10 минут, посмотрев мой сайт. Но у меня были, конечно, замечательные помощники в лице дирекции фестиваля в Архангельск. И мы сделали этот проект. Они приехали, мы сделали одну репетицию. Мы сыграли один концерт, мы записали пластинку сразу с концерта. Вот. Потом я сказал себе, что я больше не могу играть, потому что я хочу играть только стильнику. Я полгода ждал, пока они приедут. Еще писал музыку, писал, занимался, слушал. Еще тоже летал за синтезаторами, куда-то что-то делая. В результате всего сегодня на сцену поднимутся два великих музыканта, которые будут участвовать в проекте. Я помню Джузавину. Наш концерт состоится послезавтра, в среду, в клубе B2. Восемь часов. Здесь, вот у Арайка, организатора нашего сегодняшнего мастер-класса, есть даже 15 билетов. Там еще билетов полно. Вот. Кто хочет, тот может это сделать. Нам помогает очень сильно компания Artbeat, потому что без них я бы не мог этот проект осуществить. Итак, чтобы просто много не говорить, не занимать ваше внимание, на сцену выходят два фантастических музыканта, которые провели часть своей жизни рядом с великим лидером Жозею Новым. Паку Сири! Лин Лимарко! Мы построим мастер-класс таким образом, что в России уже было много мастер-классов, но никогда это не была ритм-секция вместе. Потому что каждый может показать, что он может и как он учит своих учеников. Барабайщики, басисты. Так вот, мы разделили. То есть часть немножко в мастер-классе будет сначала озвучена, скажем, басом, потом Паку сыграет свою часть и что-то расскажет. Вы можете после каких-то моментов, здесь, значит, будут помощники давать микрофон, чтобы вы задавали вопросы. Пожалуйста, попробуйте формулировать точно и профессионально, потому что люди очень высокого класса, и они ждут от вас серьезный вопрос. Не просто, а как вы научились играть, и почему вы так держите палки, там, или еще что-то. Очень интересно, потому что после вчера, вот здесь много барабанщиков, наверное, мы ужинали с великим и моим тоже партнером Берековым. Потому что у него здесь был в России тур, и вдруг мы встретились, мы все время созваниваемся с ним, пошли ужинать. Я пригласил ребят, и мы вместе, вместе. И Пака сказал, ой, какой-то чудесный, чудесный вечер, потому что я последний раз видел мистера Кобума в 95-м году, когда мы в Лазанье играли в большой фестиваль в разных ансамблях. И более того, 8 лет впервые услышав его, он приобрел установку, постановку рук, как у Билли, потому что он играет, вот, ну вы увидите сами. Вот, и к тому же я должен сказать, что я вчера договорился с Билли о мастер-классе, который должен быть в мае. Вот все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы умеете это? Вы умеете это? Вы умеете это? Да, это как я не знаю. Так, что я не знаю. Ну, тогда начнем таким образом, в общем, есть ударная установка, она там из нескольких элементов состоит, об этом еще скажем, значит, это ответ на вопрос, как играть вместе, басу и ударная. Соответственно, ударная дает ритм, равные там рисунки, да, а я, как басист, должен на это составить и положить удачную мелодию. Да, соответственно, мы оба знаем какая мелодия и когда она закончится. И когда заканчивается мелодия, вот исходя из количества тактов, да, квадрата и условного размера, мы начинаем, в общем, рапликаться. И мы ориентируемся именно по мелодии, т.е. исходя из мелодии, мы знаем когда и что мы играем. И когда мы играем вместе, самое главное, это то, как мы передаем друг другу вот это ощущение, да, ну, условно, коммуникацию, да, информацию, но здесь дело больше. Т.е. код идет взгляд, и как они друг друга слушают, как мы друг другу слушаем, это первое сопровождение. Играть значение абсолютно все. Без вот этого контакта играть вместе невозможно. Это очень важно, вот эта инстинктивная игра вместе, т.е. чувствовать вот, да, на уровне уже инстинкта своего партнера. Например, я никогда не учился играть на ударных, в какой-нибудь школе, в каком-то заведении. Я все выучил и учился только так, как раз инстинктивно. Играть на ударных, в каком-то заведении, в каком-то заведении, в каком-то заведении. Я просто старался играть, старался, ну, поскольку мне приходили, и я старался подражать, и это очень не открыло вообще уши, и в прошлом, как я научился. Подражали, как он? У меня не техники, пианисто. То есть я умею играть, но без этой техники. Я никого не подражаю, а, ну, конечно, эти пианисты на меня повлияли, но в данном случае я технически не пианист. То же самое для Пако. Он играет, он может трогать какие-то клавиши, какая-то музыка появляется, он знает, что это за музыка, да, но совершенно не представляет, что именно он нажимает, но продукт, да, результат того, что он делает, это именно музыка. Поехали! 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 Погохали! Все звучит, что в целом, от pista колес Wolff даст память-пatters в мосок. Поехали! Господинומכ и хороши, как в пищу поменьше, что он советует в мосоке. Я никогда не играл, но он приезжал к нашу концерту. Я никогда не играл, но я никогда не играл. Я никогда не играл, но я никогда не играл. Я никогда не играл, но я никогда не играл. 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 Да, по фразам будем переводить, значит, нет упражнений, мы можем еще уточнить, я так понял, что нет, но был опыт, мы играли на многочисленных вечеринках, на балах, условно говоря, и когда есть опыт этой игры, музыки для танцев, то мы освоили фактически любые жанры. Это первый этап, когда ты учишься играть многое и разное, а второй момент, это то, что когда этот опыт набирается, то он начинает стараться играть не так, как остальные, стараться найти свою идентичность и отличаться, чтобы не делать то же самое, что и остальные. И вот это позволило накопить не то чтобы технику, да, сколько вот чувство музыки, вот, просто умение ее слышать и играть. КОНЕЦ Я не боюсь играть с метроном, например, на сцене. Но, чтобы осенеть, чтобы次ить оперативное движение, с метроном для репетчивых. Ну, я проявлялась. Я не знал, что ты делал это. Я никогда не боялся с метроном, чтобы играть. Я никогда не набрала с метроном. Достаточности я на работу. Почему? Потому что я делал меня. Я не знаю, я не знаю, что я делал это. Я люблю играть с басистами, с басистами, значит, это… Это музыка. Да, музыка. Я не умею заниматься один дома, запишись с метрономом часами с утра до вечера, возможно кому-то это нужно, я считаю, что надо играть музыку, а музыка это всегда с кем-то, то есть с басистом, с метрономом, не играть с метрономом. В данном случае, когда мы выбираем темпо, что это будет быстрый, средний или нет, мы должны держать музыку, поэтому это с метрономом. Ну, самое главное, мы договариваемся, в каком темпе мы играем, в каком ритме, темп быстрый, медленный, не важно какой, и начиная с момента этого понимания, мы будем уже играть и ритмичнее все же там. В этом случае, когда мы играли, мы будем играть? В это время, вы хотитеweet это, чтобы выцелеться в игре или ралентить? В это время, зависит от того, что мы играли. В этом случае, если мы играли, мы делаем, когда мы играли, мы делаем это. Но, в общем, только это зависит от необходимости конкретного произведения. Если у нас есть открыток, где мы ускоряемся, то есть, если я правильно понял ваш вопрос, он был насчет уметь задержать ритм, вот, и сам, да. Я так говорю, что непроизвольно все всегда получается. То есть, нет такого, что ритм теряют. Вот, только если есть необходимость, тогда мы ускоряемся. Или, там, замедляем. Вот что он может сказать молодым барабачим? Да, вот что посоветует молодым барабанщикам и молодым басистам в Басхиле? Вот, что повысит уровень, если он не знает, как музыканты в Европе играют, да? То есть, мы там, не знаю, мы в Франции не берем, потому что они другие. А вот как повысит уровень? Он говорит, что он преподает, да? Для молодых, да? Для молодых. Да, да. что, в общем, первый совет от Паха был, что, конечно же, никогда нельзя ударнику ускоряться, это нельзя делать. И уточнение последовало, что, а что же делать, если это происходит, ну, случайно, да, не зависит от воли, там, не получается? Ответ Паха был в том, что, скорее всего, это какая-то психологическая проблема у ударника. Ну, совет такой, не трогай другие вещи, оставаться и играть, продолжать играть ту же вещь, пока она не получится. Не обязательно себя насилуя, или, там, что-то себя нагружая больше, а именно, там, как-то не торопясь, да, освоить именно этот нужный этап. И не нужно никакой агрессии, наверное, это больше относится к преподаванию, то есть не нужно, чтобы ударник, да, обрабачивший себя чувствовал как-то под прессингом. Это то, почему я учу своих учеников в школе. Нужно уметь танцевать дословно. То есть я спросил, в прямом смысле это слово да, в прямом смысле это слово. Музыка это танец. Спасибо. Ну да, это что-то типа картонки, и проблема в том, что там стёрся вот этот порожек, извините, это терминология не употребляем, и поскольку я всё время играю на этом басу, у меня нет времени его отнести к мастеру, и поэтому я предложу картонку, чтобы приподнять... Да, да, да. И это в какие-то годы, это было? В 70, но я не знаю, как я... Не, это было 70, это годов, и мне не нужно было. Девчонки, это было? Это вы действительно сделали с русским. Не готовы к мастеру. Ты знаешь, это то, что мы называем, что, я не знаю, что-то, я не знаю. Это то, что Пако говорит. Это и есть принцип нашей интуитивной, инстинктивной игры. Ну, это не так. Это нормально. Да, абсолютно нормально. Можно спросить Пако, что он смотрел в постановку великому, и перевернул руки вверх, 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 вверх. И когда вопрос о кумире, на каком они рассмотрели на какой музыке, и кто для них, на данный момент, из молодых является таким авторитетом? Нет, это не так. Вопросы, кто были, их, которые были в этих вибрациях? Мои, когда я был жен, когда я был в Боди Майз, это был Боди Майз. Боди Майз, это был батаил, который я играл в гиммиадрис. И для меня, в последнее время, я очень хорошо познакомился и очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. И для меня, в последнее время, я очень рада. Можно аплодать вокалист, музыкальный треки, помимо вокалистов. Какие качества для игроков? А партнер савар шантер? А партнер савар шантер? Какая качества для игроков? Он может иметь как он хочет, но если нет группы, это не значит. Группы, драйв... Группы, драйв... Группы, драйв... Группы, драйв... Но вообще это относится к всем, не только к вокалистам. Ну да, да, или только бедно, или... Ну или там, девушка спорта, но и еще классия, но это же начинка. В России есть у меня, что вокалисты, в первую очередь, должен обладать именно вокальные техники и мощным голосом. Они считают это правильно или нет? В России, сегодня, что у тебя есть идея? В России, что у меня есть идея для группировки. В России, что у нас есть идея для группировки, это спасибо, что у нас есть хорошая техника. И это, что это важно. В России, это группы. Вы сходите, что я считаю это? Я тоже думаю, что это хорошо, потому что это делает частью музыки. Таким образом, я не могу этого не уйти. Это également полезно для батареи, для bassи, для клави, для клавио, это тоже полезно для сих пор. Не важно конечно, техника тоже важна и не буду отрицать, потому что я не отрицаю, что нужно техника, и касается любого инструмента и включая инструмент как его. Самое главное, от любого музыканта, это уметь вести за собой музыку. Если, например, саксофон, то не мы как-то идем сердце и не мы играем, а мы идем за ним. Самое главное, уметь за собой вести, тоже касается, относится к вокалисту и любому музыканту. Потому что есть очень важный момент, что играть, как музыкант, как инструментист, играть вместе с игроком или игроком, и играть инструментально, это просто разница. Ну и конечно очень важно, две большие разницы, играешь ты соло и сопровождаешь ли ты. То есть это, да, как вот в Одессе говорят, две большие разницы, но про Одесса там не было. То есть, что если я играю, сопровождаю вокал, то это одна история. Если я садист, совсем другая. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok